так 15 мая пишет женщина воруют и деньги и оружие это лишает мотивацию объясните мне пожалуйста 50-летнему невменяшки как у вас это связано связано первое со вторым два этих постулата два состояния кто-то ворует допустим и вы теряете мотивацию защищать свой дом свою страну или что я не понимаю то есть протяните мне эту путеводную нити рядом между этими двумя состояниями то есть я так понимаю но вот есть в мире там 200 стран это пускай будет чтобы понятно было гражданским их очень хороший по моему такой аналогии 200 многоквартирных домов там высотного страны вот на на страну украины на многоквартирный дом украина напал другой многоквартирный дом российская федерация представители этого залезли в наши подъезды залезли в наши квартиры убивают наших там убили моего конкретно убили моего отца там насилуют мою дочку понимаете блин нафиг я пытаюсь в меру сил там у своего физического состояния защитить свою дочь своего отца спасти мне там петровна там 60 квартиры тянет дрын какой-то чтобы я был отбивался от этих россиян до из соседнего на квартирного дома мне там какой-нибудь сидоренко с 80 квартиры тянет бинты чтобы мои раны там забинтовать пока это борюсь с этими оккупантами бандюками которые вторглись мой дом и тут типа мне кто-то говорит подожди подожди там лютка 17 квартиры воруют бинты которые тебе тянут или дрын поменяла с длинного на более короткий и то есть мои я после того что-то а ну тогда ладно да все бросил ну тогда насилуйте мою дочь ничего страшного что отца моего убили и меня берите в строй там навдеевку какую-то пошлите очередную свою захватывать следующий на квартирный дом ну то есть блин как это с как у вас первое сочетается с авторой ну то есть как одно из другого у вас причем здесь то что там кто-то в какой-то квартире вашей это в вашем доме действительно я вчера у пока записал там целое видео про то чтобы 10 соседей там типа нападает орда орков там севера да на нас это все равно что с верхних этажей на вас льется лава идет дерьмо блин понимаете там канализацию прорвало и 10 соседей один говорит а чё я буду блин давно это выносить хай другое кто-то говорит а чё блин там у нас депутаты воруют да блин чё я буду защищать вычищать это дерьмо то есть как связано воровство депутатов блин с этим то есть и вы вот тоже нет я теряю мотивацию то есть как это как у вас это как это у вас связано кто-то говорит а чё я буду воевать депутаты не воюют а я вам скажу блин а чё я буду воевать дворники не воюют вы скажете дворники воюют так и депутаты воюют не все дворники там у нас дворников я не знаю пускай миллион в стране из них воюют там не знаю тысяча там один процент да а депутатов блин их 400 человек из них там воюет 20 то уже блин нафиг больше условно говоря там пять процентов то есть процентам отношений больше если их там 50 воюют а их они воюют я в четырнадцатом пятнадцатом году у меня допустим был командир судья реальный судья он он был судья гражданский пошел воевать воевал а есть у меня личная фотография с этим судей остается рядом с я рабочий грузчиками мобилизовался в четырнадцатом году к я был тогда грузчиком рядом со мной на фотографии судья и рядом со мной на фотографии блин бывший министр украины он воевал в нашей 92 бригаде схлопотал себе в пузела блин на фасаде осколок бывший министр были нафиг целой украины понимаете так что воюют воюют это все от маски галима и причем я не понимаю как это связано то есть я пытаюсь был спасти свою дочь там от изнасилования а мне подожди 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 у нас тут очень хороший демотиватор у нас людка из семнадцатого не только воруют бинты и блин там дрынки перед но еще и самогонным подторговывает чего блин ну скажите а или там у неё платье в горошек ну давайте уже как буду просто любую хинея любой несуразности тут налепите любой текст ставьте сюда как агрегатор случайных там слов чисел на понимаете депутаты ворую чего должен защищать свою страну блин как одно сочетается с другим где связь у вас вообще как это что за блогика бы что-то меня такие вещи блин и удивляют и возмущают тот пишет а почему мины не постелили вот были разговоры сначала это же сегодня 15 мая не помню я сказал надо пятый день идет контрнаступление огромное блин на харькова этих стремительным домкратом до россияне наступают уже убрали шайгу уже убрали министра обороны уже за арестовали двух его заместителей блин все еще идет наступление там грандиозная на харьков и российских оккупантов все должны бояться до липсов не могут дойти на шестой день кон огромного грандиозного наступления липс это 10 километров от границы российской федерации чтобы было бы и не было укрепление что за хрень причем не даже здесь рассказывает что не было укрепления я же говорю я видел каком-то ребята ну кто строит укрепление блин нафиг вот я был там подработина да там рядом на линии фронта ты днем не выходишь из блиндажа потому что тут же засекают их блин убивают понимаете то есть тебе надо чтоб что-то сделать это ночи дождаться и там копошиться укреплять свой блиндаж там а вы хотите чтоб там укрепления прямо на границе были вот они построили их там я за не знаю за этим самым блин там в 10-15 под липцами наверное стан какие-то укрепления все нормально разобрались уже показали эти забетонированные укрепления зарытые в землю все же видео все уже успокоились в этом поле началась вторая война аль как они прошли через минные поля а могли предатели показать эти минные поля люди говорят а какие минные поля там люди живут вот в этом какого вовчанский блин нафиг там просто тупо люди жили нормально не было же такой уже войны там года два до после того как вылили отсюда россиян и чтобы взять улицы минировать что я прямо перед у них перед ногами другой вопрос у нас понимаете вы же мы не можем построить такую линию суровикина как россияне это у них запасы всего советского союза вооружение а мы там ну я просто предполагаю я просто на ходу сочиняю то есть а если предположение выдвигаю а если у нас этих мин недостаточно это ограниченное количество то может их лучше положить на участке которое наступление потенциально допустим на киев идет ну логично киев дороже чем харьков к сожалению но я харьковчане но я блин понимаю что киев блин нафиг оборонять надо того не больше по населению он и больше понятно да то есть куча вариантов нет надо оде мины оде мины ну может какие-то предатели и предатели лишь какие-то есть понимаете никуда же от этого не денешься сняли там он этого командующего вот этим направлением то есть я не знаю говорят там наверно он такой на кассе резал что его прям через потому что у человека сердечный приступ понимаете я не знаю я его не оправдываю не знаю про кого вообще речь идет да действительно сняли там командующего на этом направлении ну понимаете как бы тоже мы распоряжаемся как военные ну то есть я представляю себе верховного главнокомандующего зеленского не зеленского не важно тут не фамилия дело у него есть какой-то определенный набор офицеров на харьковское направление наверное он не самых боевых не самых этих самых стал потому что мы не оттуда как бы нападение такое довольно дебильная буду откровенно говорить как говорил нас этот допкин по дебильному текст немножко написан но это надо быть шизой чтобы полезным нафиг нападать на харьков там где у нас лучше всего логистика там где у нас 26 километров до фронта до полутора миллиона города где у нас в этом и танковые заводы и блин нафиг и все что не хочешь и блин нафиг авиационные блины ну то есть только подвози и подвози кроме кромса и кромса этих я понимаю что харьковчан харьковчанам тяжело я пойму мне девочка еще раз моего дома писала господи так приятно я не знаю чуть не проследил за как номер дома увидел привет тебе огромный я конечно не знаком но соседи там господи два подъезда все друг друга в лицо так точно знаем да так вот поздуту поставлю кого-то офицеров туда на харьковское направление потому что тут слава богу что россия такие тупорылые блин что не туда рыпнулись они начали на очередь она там расширять клинья не знаю отвлекали они внимание там лишь они делали расширя они хотели отвлечь бригады до свою там есть такую версию слышал что не хотели украинские бригады отвлечь с восточного направления ну конечно харьков ровно то место откуда надо это где там где кракен там где 92 штурмовая бригада вот оно там то место где на шашлыки вы пойдете ребята смотрите то есть но поставили туда какого-то я не знаю про него ничего я просто версию выдвигаю блин про этого командира ну какой есть вы же не можете понимаешь конечно можно было блин взять какого-то обалденного классного боевого офицера например арестовича до кадровый блин пилота разведчик блин нафиг и ходил и носил и возил блин нафиг и умен и язык подвешен не тоже не мне например там и молодой блин и вся красота одна досада блин сдреснул и бэушный блин целый советник президента бэушный но совет или там кого-то офиса не знаю что то там он бэушный советник вот такой вообще вот такой блин одна зараза досада сдреснул блин нафиг и сидит там сейчас где-то блин нафиг хрен знает где не знаю где понимаете но приходится там командующим нашим условным без фамилий бы распоряжать распоряжаться тем что есть а у меня блин после там где сато вернулся и общаюсь на работе с человеком там был эпизод и а он кадровый офицер закончил военное училище и говорит а это не моя война ну это него война я я грузчик пошел я грузчик пошел бы нафиг воевать в мобиль по мобилизации а это не его война и он наверно у него там трое детей по моему на законных основаниях типа не воюет но он кстати на это не ссылался он именно говорил что это не моя война и все еще вот хороший молодой офицер там да я жалю ну решили россияне разбиться лбом об стену как в том фильме вот это кровавые каникулы до забежали блин какие-то куча народу и начала сама убиваться по всей делянке ну вот россияне решили так очень рад что это так получилось я же мне жаль харьковчан но я понимаю что для украины как страны для победы нашей в нашей в этой войне это гораздо лучше что не решили нападать на харькова не расширять прорыв на очередь на ну то есть это чисто по военным так моим то что я знаю про войну с я жару 14 15 22 23 24 да то есть и мне пишет а вы так само убивались и об авдеевку а вы так само убивались и по это самые про как там что-то еще было бахмут ребята ну как бы да если пригожин говорит бы то в 20 человек трупаков только у кашелью блин одних вагнеров не считает обрегулировать еще 40 тысяч и именно так и делаем да будет черноземным черноземным просто оккупантов ну это же армия для того и существует что перечернозем и тут в украине всех ваших блин нафиг оккупационные все ваши войска три тысячи осинтеры только говорят танков за эти два года мы его охренячили ваших этих ты 90-х там и всего остального понимаете сейчас вы атакуете нас на караван сарай вот этот едет да я думал караван сарай это там типа при ну как это гостиница нет это вот это херня извиняюсь хрень вот это вот с дулом блин сара едет с дулом который тебя атакует на мотоциклах нас там атакует все прекрасно вообще там кубинцы не пальцы все великолепно вторая армия мира россия имеет вторую армию мира армию мира вторую аруя да так что нет ничего убивайтесь убивайтесь дальше разбивайтесь об это самое там уже понимаете я смотрю шайгу поменяли на бухгалтера на бухгалтера то есть экономику вот я афоризм написал 9 мая 9 мая этого года если экономику переводят на военные рельсы значит воровать будут вагонами пользуйте свеженький афоризм а то есть женщине которая говорит воруют оружие воруют деньги это самое теряем мотивацию я другой свой афоризм скажу который в прошлом году написал тоже недавний относительно 25 ноября 2023 года написал если нет ради чего умереть так нет и ради чего жить поняла а ты отмазку там себе можешь придумать ну не вы там конкретно женщина я не знаю то есть ну кто это таких же много соседей этих которые говорят что мне не до говна не до того чтобы говно убирать так что поставили сейчас бухгалтера 2 клянусь отличный бухгалтер все но сейчас министр обороны то есть если экономику переводят на военные рельсы наш воровать будут воды вот туда поставили чтобы он просто посмотрел а там рельсы то хоть еще остались я вас уверяю что это именно так и обстоит то есть они просто не понимают насколько там если там двух заместителей четырех уже этого шейгу там сколько времени 14 минут капец все буду украины на паре маетесь харьковчане держите смотрите по карте дип стейта между 20 километров это опасно от вашего дома рады достают 15 вообще лучше уже свалить стволка будет доставать а 7 километров это минометы по вам бегите совсем много гражданский не подвергайте свою жизнь опасности подальше в глубь харькова не обязательно блин я не знаю в германию или на мальдивы чтобы украина